Как техника изменит наш мир? Как мы изменимся из-за технологий? Изобретения, устройства и открытия, которые определят наше будущее. Вы смотрите проект Хайтек на телеканале Хабар 24. Я Иван Тулинов, сейчас расскажем о самых свежих и интересных высокотехнологичных новостях. Microsoft хочет создать новый интернет. Объявление о метавселенной — одно из самых важных событий в индустрии технологий за последние месяцы. Техногигант также жаждет принять участие в создании Web 3.0, и для этого потребуется заняться созданием игр с обширными системами социальных сетей. В своей рыночной стратегии Microsoft явно ориентируется на игровой сегмент. Это подтверждается многочисленными приобретениями других компаний. К примеру, недавняя покупка Activision Blizzard, за баснословные 75 миллиардов долларов США. В первую очередь, редмондцы хотят расширить библиотеку игр для консолей Xbox и ПК, однако эти покупки также должны позволить более активно участвовать в строительстве нового интернета или метавселенной. Как заявил в одном из интервью президент Microsoft Satya Nadella, компания, будучи магнатом в игровой индустрии, должна в скором времени перейти к созданию нового виртуального пространства. Игры, издаваемые компанией из Redmond будут еще больше вовлекать игроков в цифровое пространство за счет организации сообществ и мероприятий, которые будут проходить с использованием цифровых аватаров. И все большее количество игр будет включать в себя углубленные социальные модули, которые будут все чаще использовать технологию метавселенной. Тошиба обещает диски на 30 терабайтов. Японская корпорация провела мероприятие для инвесторов. Был представлен график увеличения объема накопителей на жестких магнитных дисках. По данным производителя, объемы данных, генерируемых в мире, продолжают расти двузначными темпами каждый год. Так что спрос со стороны облачных компаний вызывает потребность в жестких дисках больше емкости. Компания планирует использовать свои запатентованные технологии записи, чтобы в ближайшие годы увеличить емкость жестких дисков до 30 терабайт и продолжить увеличивать ее в будущем. Наглядное представление о планах компании дает иллюстрации из презентации. Не стоит переживать за колеса Curiosity. Представители НАСА дали разъяснения по поводу состояния марсохода. Он преодолел много километров за почти 10 лет на Красной планете. Поверхность протектора выглядит не слишком хорошо. Но это не страшно, уверяют в НАСА. Недавно на сайт НАСА были загружены новые изображения колес марсохода. Это часть регулярной проверки аппарата. «Обычно мы делаем снимки колес каждые 500 метров», — сообщил в связи с этим Эндрю Гуд, представитель лаборатории реактивного движения НАСА. Недавно мы увеличили это расстояние до 1000 метров, поскольку состояние колес представляется нам довольно предсказуемым. Также было сказано, что были предприняты меры по смягчению последствий езды по марсианскому бездорожью. К примеру, марсоходу изменили алгоритм контроля тяги, теперь износ колес снизился. В НАСА уверены, что марсоход продержится еще какое-то время. Дыры в колесах Кирио Сити смотрятся не лучшим образом, но в НАСА знают об этом как минимум пять лет. Это далеко не первый раз, когда люди в социальных сетях реагируют на эти изображения, но они выглядят так уже довольно давно. Мы рассказывали о работе с ними примерно с 2017 года. Кирио Сити приземлился на Марсе 6 августа 2012. Миссия аппарата с тех пор была продлена и во многом благодаря хорошему состоянию большинства узлов марсохода. Метавселенные арена для мошенников. А зачем удивляться? Любая новая платформа, тем более платформа, на которой люди тратят деньги, сразу становится местом, где начинают орудовать злоумышленники. Эксперты по онлайн-безопасности предупреждают, что и в метавселенных мошенники могут атаковать пользователей. Джейми Уудроф подчеркнул тот факт, что метавселенная является одним из самых неизвестных и наименее регулируемых мест, когда речь идет о безопасности в интернете. Эксперт также предупредил, что отсутствие проверок личности позволяет нечистым на руку и помыслы легко маскироваться под поддельными личностями и аватарами, чтобы скрыть свой возраст, местонахождение и внешность. Мошенники даже могут выдавать себя за кого-то, с кем их жертвы знакомы, а затем получать доступ к конфиденциальной информации. Лучшим способом обезопасить себя является настройка многофакторной аутентификации в онлайн-играх и профилях в социальных сетях. Исследование, проведенное компанией TalkTalk, показывает, что 41% геймеров подозревают, что они уже сталкивались с ботами в виртуальных мирах.